Смотрите сегодня в программе. В «Корсарах-3» представлено около полутора десятков кораблей. Все они смоделированы в полном соответствии с историческими реалиями. В «Кандем» нам предстоит выступить в роли агента ФСБ Итана Томаса, служащего в отделе серийных убийств. Действие «The Godfather» будет происходить в Нью-Йорке в период с 1945 по 1955 годы. Для работы на «The Fall – The Last Days of Gaia» был специально приглашен главный дизайнер таких игр, как «Fallout 3» и «Baldor's Gate 3». Привет! Это «ФАК» – программа из трех букв, но с очень глубоким содержанием. Меня зовут Борик Роттер. Сегодня я расскажу вам о четырех игрушках, которые не дают покоя нашим зрителям. Ни для кого не секрет, что «Корсары 3» сделаны по образу и подобию Сидмейерс Пайратс. Общая идея совпадает один в один. Игрок в роли капитана пиратского корабля утюжит Карибское море в поисках торговых судов, переходит на службу только одной, только другой колониальной державе и выполняет задания губернаторов. Но все же игра «Дедушки Сида» – это ремейк, а «Корсары 3» – по-настоящему качественный шаг вперед. Сотрудники «Акелы» заслуженно считаются настоящими мастерами по части моделирования кораблей. За годы работы над морскими играми они накопили в этом такой большой опыт, что теперь к ним за сотрудничеством обращаются многие западные компании. Например, «Pirates the Berlin Sea» разрабатывался студией «Flying Lab Software» совместно с «Акелой». В «Корсарах 3» представлено около полутора десятков кораблей. Все они смоделированы в полном соответствии с историческими реалиями. Релиз игры состоялся 8 декабря 2005 года. Издателем стала компания 1С. Купить игру можно либо на одном DVD, либо на трех CD-дисках. Рекомендованные разработчиками требования – это 2-гигагерцовый процессор Pentium 4, 512 мегабайт оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce FX. «Корсары 3» от курса предшественника не отклонились ни на румб. Перед началом игры вам предстоит выбрать персонажа, нацию и задать несколько настроек, влияющих на сложность прохождения. В случае с персонажами выбирать предстоит между Блейзом и Беатрис Шарп, потомками того самого капитана Шарпа. В случае с нацией – между Англией, Францией, Испанией, Голландией и пиратами. Взрослую жизнь пиратская недроссель начинает с полусгнившей посудины и небольшой командой. Много с таким реквизитом не навоюешь, поэтому первоочередной задачей становится настоящий военный корабль. Вот идут все возможные средства – грабеж чужих таких же невзрачных суденышек, выполнение заданий и банальная торговля. Нападать на всех подряд в первой трети игры не только опасно, но и просто невыгодно. Большая часть стран просто закроет для вас свои гавани. Поэтому куда безопаснее заняться торговлей. Экономическая система очень нехитрая. Те товары, которые производятся в одной колонии, стоят дешевле, чем в той колонии, где их не делают. И наоборот. Иногда даже можно заняться мародерством. Если поблизости разгорелось какое-нибудь сражение, можно подождать, пока оно закончится, а потом подобрать грузы, всплывшие на поверхность воды с утонувших судов. Вся торговля ведется через магазины. Квесты выдаются в таверне, резиденции губернатора, случайными людьми на улице и все в тех же магазинах. Кроме того, в таверне нанимается команда и офицеры, которых в будущем можно назначить капитанами кораблей и губернаторами завоеванных колоний. Верх предназначена для ремонта, модернизации и покупки-продажи кораблей. Работают здесь, кстати, настоящие барыги. Купив у вас корабль, они могут тут же выставить его на витрину по цене в два раза большей. Игра состоит из двух неравномерных частей – долгих путешествий по морю и коротких прогулок по суше. На берегу ходить особо негде, маршрут всегда один и тот же – верфь, магазин, таверна и дворец губернатора. Мирные жители на попытки общения реагируют либо гробовой тишиной, либо шаблонной фразой. Драки на суше бывают нечасто и, как правило, при захвате колоний. Морские сражения значительно интереснее. В бою нужно постоянно маневрировать, следить за направлением ветра, учитывать особенности кораблей разных видов и менять тип снарядов в зависимости от ситуации. Разработчики выпустили третьих Корсаров с огромным количеством всевозможных багов и недоработок. Так что без патчей играть почти невозможно. Игра по-прежнему вылетает в Windows без всякой причины, а диалоги наводит всё тот же священный ужас. Ощущение такое, что имеем дело с машинным переводом. Но, так это или иначе, вопросов по Корсарам в моём почтовом ящике скопилось огромное количество. Сейчас постараюсь ответить на самые частые из них. У одного из наших телезрителей на борту корабля накопилась целая толпа захваченных в плен капитанов. Что с ними делать, задаёт он вопрос. Капитаны сдавшихся кораблей могут принести вам немного денег. Нужно просто потребовать за них выкуп. Теперь несколько советов относительно того, как взять корабль на абордаж. Для начала выбираем тот борт, куда не побежала толпа наших пиратов. И начинаем зачищать противника там. Иначе вы будете вынуждены размахивать шашкой за спинами подчинённых, совершенно не желающих пропускать капитана вперёд. Здесь всё очень просто. Колим всех, кто попадается под руку. Битва с капитаном проходит несколько иначе. Обычно она начинается с выстрела из пистолета. Хотя это и очень слабый урон его здоровью. Но всё же противник на некоторое время тормозит. И мы получаем право начать атаку первыми. Если очень уверены в себе, наносите рубящие удары. Клавиши В. Но они медленные и дают противнику шанс увернуться. Так что очень точный расчёт тут очень важен. Продолжаем. Следующая игра, с которой я хочу вас познакомить, лишила меня сна на всю прошлую неделю. Я, конечно же, слышал, что некоторые уникумы раскусили её за двое суток. Но у каждого свои нормативы. Короче, лучший триллер этого года – Condemned Criminal Origins. Condemned Criminal Origins. Следующий после Fear. Проект компании Monolith Productions. Новая игра принадлежит к жанру психологического триллера. Поэтому приготовьтесь. Будет очень страшно. Разработчики постарались сделать игру, похожей на кинофильм. Даже навесили каше, сузив экран до нужного формата. Кстати, это можно поправить, но об этом чуть позже. Игра впервые дебютировала на новоиспечённых консолях Xbox 360. И только недавно доползла до персональных компьютеров. Новая приставка от Билла Гейтса имеет достаточно продвинутую начинку. Поэтому и требования к системе соответствующие. Для начала убедитесь, что частота вашего процессора не ниже 2 ГГц. Потом проверьте объём оперативной памяти. Одного гигабайта будет предостаточно. Ваша видеокарта поддерживает DirectX 9 серии, и это хорошо. Осталось освободить 6,5 ГБ на винчестере, и можно садиться за игру. Теперь давайте поближе познакомимся с геймплеем. Что же, могу сказать, что Condemned – весьма оригинальный 3D-боевичок. Это вторая игра на моей памяти, где помимо огнестрельного и холодного оружия, мы не менее эффективно можем пользоваться и данными нам матушкой природой конечностями. Первой были хроники Ридика. Кроме обычной геройской оснастки, наш герой укомплектован специальными приборами. Тут и сканер, и ультрафиолетовый фонарь, телефон с видеосвязью, и даже специальный лазер для работы с уликами. Плюс ко всему, игра зобрина вполне сносным сюжетом. В Condemned нам предстоит выступить в роли агента ФСБ, Итана Томаса, служащего в отделе серийных убийств. Его последнее задание – поймать серийного убийцу, нападящего ужас на всю Америку. Руководство самого продвинутого отдела расследования, недолго думая, спроводило Итана в самые грязные и опасные кварталы – звено полосатой чужбины. Дело оказалось не самое простое. Кажется, тут не обошлось без вмешательства потусторонних сил. Иначе как же объяснить всеобщее умопомешательство нижних слоев общества без определенного места жительства? Но беда не приходит одна, и спустя какое-то время Томас теряет двух своих коллег по работе, и в их смерти есть только один подозреваемый. Так мы становимся заложниками ситуации. Игра начинается в кошке-мышке. В процессе поиска маньяка вряд ли останется много времени на раздумьях. Постоянно придется ввязываться в жестокие стычки на городских улицах. Для устранения отбросов общества довольно часто придется пользоваться всякими ржавыми трубами, разводными ключами, лопатами и различными арматуринами. Но не забывайте, в первую очередь наш герой Итан – полицейский, и в процессе расследования нам придется очень много работать головой, а также специальными приспособлениями для обнаружения вещественных доказательств и сбора улик. Так что будет очень непросто дойти до конца, сохранив мужество и терпение. От себя рекомендую играть перед сном при полной темноте. Для такой атмосферной игры лучшее время не подобрать. А теперь ваши вопросы, мои ответы. Итак, вопрос, на который я обещал ответить в начале сюжета, касался изменения размера экрана. Расширить экран можно следующим образом. В корневом каталоге есть файл автоэкзек. Все, что вам нужно, это вписать туда одну строчку. Смотрите. White Screen 0.0. Запускайте игру и наслаждайтесь полноэкранным зрелищем. Еще один часто задаваемый вопрос. Игроки затыкаются в самом начале, хотя ничего сложного там и в помине нет. Пример звучит так. Я не понимаю, что делать, когда в самом начале надо осмотреть труп молодой девушки. Навожу ультрафиолет на тетку, нажимаю еще раз на кнопку «Использовать», по умолчанию «Т», какой-то появляется фотик. Я его приблизил к ране и стою как пень. Все понажимал и ничего не происходит. Как надо сфотографировать отпечаток руки? Что надо нажимать? Да просто нажимай вперед-назад на клавиатуре V и ES, пока на фото не сгорится зеленая лампочка. На экране есть две стрелки. Одна статичная, другая двигается по мере того, как ты приближаешь и отдаляешь камеру. Эти стрелки должны смотреть друг в друга. После нажимаешь «Огонь». Кстати, проверь в опции, выставлена ли она, и будет тебе счастье. Смотрите во второй части программы. Действие The Godfather будет происходить в Нью-Йорке в период с 1945 по 1955 годы. Для работы на The Fall The Last Days of Gaia был специально приглашен главный дизайнер таких игр, как Fallout 3 и Baldur's Gate 3. Смотрите во второй части программы. Действие The Godfather будет происходить в Нью-Йорке в период с 1945 по 1955 годы. Для работы на The Fall The Last Days of Gaia был специально приглашен главный дизайнер таких игр, как Fallout 3 и Baldur's Gate 3. Игры по мотивам кинофильмов всегда были лакомым кусочком для геймеров и еще более лакомым для игровых издательств. Вездесущая компания гигант Electronic Arts не могла упустить такой шанс и дает нам предложение, от которого будет весьма сложно отказаться. The Godfather – беспроигрышный вариант, известный бренд и знакомый геймплей, впитавший самое лучшее от таких хитов, как Mafia и GTA. По геймплею игра ближе всего к Mafia, но с несколькими поправками. Электроники сразу сказали, что в их планы не входит моделирование сотен квадратных километров полупустой территории, которая нужна только для того, чтобы было где покататься. Нью-Йорк в Крестном Отце заметно меньше, чем любой из трех мегаполисов штата Сан-Андреас, а возможно даже меньше, чем City of Lost Heaven из Mafia. Игра берет другим, проработанностью своего мира. В каждом квартале есть работающие объекты городской инфраструктуры – склады, банки, магазины, парикмахерские и прочие места. С технической точки зрения игра смотрится довольно спорно. Графика представляет собой нечто среднее между тем, что мы видели и в GTA, и в Mafia, причем по своему качеству, наверное, ближе к первой. Отсюда не очень высокие по сегодняшним меркам системные требования. Для успешного ведения бизнеса вам пригодится Pentium или AMD с частотой не ниже 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, видеосистема с поддержкой 9-го DirectX и 2 ГБ свободного места на жестком диске. В игре много узнаваемых лиц. Цифровые прототипы киногероев начинают мелькать с самого начала игры. Дон Корлеоне, которого играл покойный Марлон Брандо, получился на славу, как живой. А ко всему прочему еще и говорит собственным голосом. Правда, недолго. Брандо умер во время работы над игрой. Для записи оставшихся диалогов электроники привлекли профессионального имитатора голосов, а часть фраз взяли прямо из фильмов. Другие актеры, к счастью, живы-здоровы, так что их голоса мы услышим в первозданном виде. Всего же для озвучки «Крестного папа» было приглашено около двух десятков актеров. Лишнее свидетельство того, какое значение Electronic Arts придает этому проекту. Действие «Де Год Фада» будет происходить в Нью-Йорке в период с 1945 по 1955 годы. Город раздирают на части криминальные войны. Итальянская мафия представлена пятью семействами. Таталья, Бразини, Кунео, Страчи и Корлеоне. Плюс под ногами постоянно путается турецкий наркоторговец Солоцо со своей бандой. Главный герой игры не имеет никакого отношения к персонажам фильма. Мы даже сможем сами определить его внешний вид. Небольшая прелюдия расскажет нам грустную историю героя, после чего мы можем приступить к делу. Совершенствуясь в искусстве опустошения чужих карманов и выполняя задания боссов, мы будем продвигаться по карьерной лестнице, вершиной которой является, разумеется, звание Дона и власть над всем Нью-Йорком. Вот тут начинается чистая вода ГТА. При помощи револьвера и кулаков мы можем подставить под свой контроль и заставить выплачивать дань практически все заведения Нью-Йорка. Усердствовать особо не стоит. Законопослушные граждане предпочитают не создавать себе проблем и легко идут на контакт после первого же намека. Если же товарищ упорствует, а такое тоже может быть, если его уже крышует другая семья, можно достать оружие и помахать у него перед носом, а для пущего устрашения заехать пару раз по физиономии. Очень любопытно реализован рукопашный бой. Силу удара здесь можно варьировать в самых широких пределах, благодаря фирменной системе Blackhand, придуманной специально для The Godfather. От легкого тычка в грудь до смачного хрязь с размаха. Ну и, конечно же, автомобили. Их тут предостаточно для того, чтобы не соскучиться однообразие геймплея. Несмотря на свою простоту, крестный отец – игра сложная. Порой очень трудно сообразить, кому еще нужно дать по рогам, чтобы продвинуться дальше. В общем-то и вопросы подстать. Многие зрители уже успели пройти игру до конца, но далеко не все дослужились до звания Дон Нью-Йорка. Рассказываю, как нужно действовать, чтобы получить жилнальный перстенек. Есть два варианта, как закончить игру. Первый – это полностью истребить две семьи, включая все магазины этих семей. Либо просто захватить всю инфраструктуру, убить все четыре семьи, заработать все виды казней. Их, кстати, можно найти в опциях. После того, как вы стали Сару, то есть уже практически главным боссом, поезжайте домой и возьмите трубку. Поздравляю, вы на крыше мира. Вот еще одна проблема. Она возникла у нашего зрителя из Обнинска по фамилии Матроскин. Он спрашивает следующее. Рекетировал фирму, убирал охрану, а шальная пуля от моего Магнума попала в кондитера. Он помер. Я не обратил на это внимания. И пошел играть дальше. И сохранился. Потом вернулся обратно, а фирма закрыта, и захватить я ее не могу. Что делать? Нужно немного подождать. На следующей неделе по игровым меркам должен появиться другой продавец. Тема будущего нашей с вами планеты волнует разработчиков игр уже очень давно. Причем, что характерно, в их фантазиях Землю ничего хорошего не ждет. Особенно здорово воплотила в жизнь видение будущего покойная нынче компания Black Isle Studios в своем проекте Fallout. The Fall Last Days of Gaia, известная у нас как The Fall Последние Дни Мира, является идейным наследником этой великой ролевой игры. Даже названия у них похожи. Что уж говорить о содержании. Разработала игру берлинская студия Silver Style Entertainment, известная по таким проектам, как Grassul и Soldiers of Anarchy. Кстати, для работы на The Fall The Last Days of Gaia был специально приглашен главный дизайнер таких игр, как Fallout 3 и Baldur's Gate 3. Локализацию от Russobit M больше года ждали все любители ролевых игр и, скажем сразу, ждали не зря. Фактически они подарили нам лучшую, нежели оригинал игру. Прежде всего, это относится к диалогам и тому, как они были озвучены. Голоса актеров идеально подходят персонажам. Мультиплеера в игре нет. Системные требования по нынешним меркам довольно скромные. Pentium 4 с частотой 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 64 МБ видео. Выжить в мире после катастрофы – сложное занятие, поэтому в путешествии отправится целый отряд в 6 человек. Они будут убеждать добрых людей, убивать злых, воровать у богатых и помогать бедным и решать их проблемы. Случайных встреч не предвидится. Путешественников ждут определенные города в заданной последовательности. Кроме основных городов на пути будут возникать второстепенные, в которые заходить не обязательно. Спектр занятий членов отряда достаточно широк. Кроме обслуживания населения и убийства врагов, наши подопечные способны воровать, взламывать замки, охотиться, готовить еду и так далее. Действовать будет тот из команды, кто лучше разбирается в выбранном занятии. Так что однозначно главного в отряде нет. Основной герой обязан лично выполнять лишь задания по сюжету, разговаривать с другими персонажами и осматривать странные установки. Большинство занятий доступно по контекстному меню. Наводить мышкой необходимо лишь на цель, либо на самого персонажа, в зависимости от конкретного случая. Есть универсальное действие – осмотреть. Оно позволяет и снять оружие с трупа, и вызвать следующий сюжетный шаг. Если осмотр не помогает, стоит попробовать команду использовать предмет. Применить оборудование из рюкзака можно двойным щелчком по нему. В окружающем мире крайне важно время суток. Ночью большинство персонажей спит, и поговорить с ними не удастся. С другой стороны, охотятся лучше ночью. Есть и пить путешественникам постоянно не нужно. Но пища помогает вылечить ранения. Еду нужно покупать или добывать ее самостоятельно. Достаточно убить животное и освеживать его. Герои едят и сырое мясо, но шампур или сковорода позволяют приготовить еду на костре. Кстати, шампур лучше сковороды тем, что значительно легче. Действие воды аналогично – она лечит. А добыть ее поможет специально обученный воин, который найдет место для колодца. Время от времени придется отдыхать, но важно это только перед крупными битвами. Наконец, героя могут отравить, но отдых легко вылечит его. Есть и противоядие, но постоянно таскать его с собой не стоит. В рюкзаке каждого героя 18 отделений, причем одинаковые предметы можно класть вместе. Не нужно и советую продавать первому же торговцу или даже просто выкидывать. Мало того, существует и ограничение на максимальный вес груза. В отличие от Fallout, который был стилизован под 50-е годы 20-го века, The Fall выглядит более современно. Разумеется, с поправкой на общий упадок цивилизации. Необъятный мир игры состоит из нескольких десятков локаций, каждый из которых по 3-4 мили в диаметре. Ну а чтобы вы не заблудились в этом бесконечном виртуальном пространстве, я приготовил для вас несколько полезных советов по игре. Первое и самое важное — подбор команды. Главный герой может выбрать себе простую роль в коллективе, но именно он чаще всего будет общаться со встречными. Его особенность в том, что все предметы можно установить самому. Гибкость выбора здесь максимальна. В первую очередь ставьте высокие уровни харизмы и красноречия, а остальное — по вкусу. К примеру, можно поднять интеллект, чтобы вначале тянуть героя за счет своих товарищей, но в перспективе получить всесторонне развитого гения с навыками Рэмбо. Далее в команде есть несколько ролей, без которых прохождение резко усложнится. Подрывник, взломщик замков и технарь. Также не обойтись без хорошего вора и хоть какого-нибудь водителя. Медика и снайпера вполне можно вырастить из любого героя к концу игры. Кроме того, имейте в виду, что солдаты привыкают к своему оружию и тем лучше стреляют, чем больше прошли вместе с ним. Трижды подумайте, прежде чем сменить любимый ствол для героя. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Напоминаю вам свой имейл. faq-sobaka-muzdfiz-tv.ru С вами был Борик. Увидимся ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...